Мы сегодня в гостях у Русского Космического Общества, у Алексея Алексеевича Гаконова. Очень рады, что наконец-то мы дошли до вас. И, естественно, мы сегодня будем говорить и о космосе, и о Земле, и о землянах, и о проблемах космических и наших бытовых. Думаю, наверное, начнем. Знаете, я в детстве любила космическую тему, посещала астрономический кружок. Вечером ходили мы со школьниками нашими, смотрели в телескоп, рассматривали звезды, Кассиопеи, Андромеды, Созвездия. Но нами больше двигало то, что можно улизнуть от родителей в такое позднее время. И даже не столь мы любовались вот этим всем и не понимали еще, насколько это важно, интересно. Вот. Это девочки. Мальчики мечтали быть космонавтами. Вот потом у нас в 90-х годах такое случилось, какая-то катастрофа в стране, стали мечтать быть бандитами. Потом бизнесменами. Сейчас я не знаю, о чем мечтает молодежь, и, наверное, каждый по-разному. А вы, Алексей Алексеевич, мечтали быть космонавтом, посвятить свою жизнь космонавтике? Здравствуйте, Николаевна. Действительно рада вас видеть. Мы с вами знакомы, дружим, вместе делаем общее дело. И, отвечая на вас вопрос, начну с того, что вы жили в хорошее время в детстве. В хорошее время. Оно было сложное, как и всякое время, оно было специфическое. Оно было хорошее в том смысле, что вы жили и бытовали в той среде, в которой достаточно прозаичным рассматривалось покорение космоса. Прозаичным рассматривалась идея равняться на лучших космонавтов, если мы говорим о мальчиках и так далее. Говоря о той второй части вашей подводки касательно 90-х годов, Я как раз был ребенком, я 81-го года рождения, и мое детство как раз пришлось осознанно на начало 90-х годов, уже середину 90-х. Это вот то самое время, которое вы характеризовали как время других идеалов, вернее идолов и ценностей, в кавычках. И в мое время, во время моего детства, конечно, никто не помышлял о каком космосе. Я родился в Московской области, в поселке городского типа, и достаточно суровая была среда, родители мои рабочие, с непростою тоже судьбой, очень, как и у многих наших соотечественников в 90-е годы, сложившихся в конце 80-х. Поэтому время было суровое. Сегодня время, как это ни странно, еще тяжелее. Говоря о детях и говоря о том, что происходит с ними. Бытие определяет сознание. Среда формирует человека, ребенка, подрастающего поколения. И то, что мы видим сегодня, полная переориентация на материальное, на земное, отсутствие высоких идеалов, это, конечно, трагедия. Именно поэтому наша с вами задача ее исправить. Ну, вы как можете исправляете, у вас очень много детских проектов. Вы привлекаете детей в космической теме, творческие какие-то вот у вас конкурсы проходят. Вы видите, что подключаются регионы. А как вы думаете, насколько это у них вот откровенно все, по желанию? Вот сейчас, знаете, я просто удивляюсь тому, что школьники стали буквально бегать за грамотами, за какими-то, собирать портфолио. Им просто нужна грамота. Им не важно, за что получили. Вот ребятишки, участвующие в ваших проектах, они осмысленно это делают? Быть или казаться? Время, в которое мы живем, это время имитации и иллюзий. Время, в имитации и иллюзии. Карнавальное время, когда форма заменила собой содержание. Действительно, а это как раз общая модель, которую ребенок, он подражатель. Ребенок это зеркало, в котором отражается структура реальности, окружающая его. И ничему его научить нельзя. Ребенка ничему нельзя научить, он может всему научиться. Поэтому вся педагогическая практика строится именно на этом. Создание среды, в которой ребенок получает возможность на развитие обоснованного эволюционного. Сегодня существуют неограниченные возможности для развития ребенка. Педагогические практики, методические, образовательные, сегодня абсолютно закрывают все вопросы, связанные с раскрытием потенциала ребенка. Вместо этого создана система, которая действительно ориентирована на вот эту поощрительную адаптационную форму, в которой ребенок, конечно, вынужден зарабатывать себе баллы, очки, компетенции, которые позволяют ему встроить все выстроенные в социальный организм, в кавычках, механизм, без кавычек. И в этой связи мы, да, мы ориентируемся на тех, кому это нужно. Много званых, мало избранных. Вот мы подняли некоторое знамя. Это знамя говорит, собираемся, все, кто понимает, что мы живем в эпоху глобальных перемен, в эпоху перехода в космическое будущее. Такого никогда не было и такого никогда не будет. От того, как мы сейчас мобилизуемся, организуемся, как мы осознаем происходящее, зависит то, какой будет будущая космическая история человечества. Мы стали единым глобальным организмом. Это некий призыв. А дальше, кто услышал его, тот встает под это знамя. Дети. Конечно, мы ориентируемся в первую очередь на них. Современные дети совершенно уникальны. Те, которые не поражены вот этим вот вирусом, вирусом потребительства, вирусом индивидуализма и вирусом адаптации вот к тем условиям, которые имеют место. Мы проводим действительно много конкурсов, много викторин, много лекций, много фестивалей. На сайте все есть. Это не голые слова, вы прекрасно, вы познакомились, я знаю. И всех приглашаем познакомиться. Все это делают простые люди. Они вкладывают эту энергию и время жизни. Они не вкладывают, мы не получаем субсидий. У нас нет линии финансирования, у нас нет системного финансирования, тем более, какого-то. Все это энергия и время жизни у людей. Почему они это делают? Потому что они этого не могут не делать. Потому что они прекрасно понимают, у них есть дети, у них есть намерение иметь детей. И они понимают, что сегодня очень мало родить и вырастить ребенка. Это необходимо сделать. Необходимо просто для того, чтобы продлиться во времени и в пространстве. Но этого очень недостаточно. Потому что нужно сформировать среду, в которой его дети будут общаться с другими детьми. И с этими детьми будут жить, будут строить свое настоящее, которое от нас отделено временем и планируется как будущее. Поэтому есть дети замечательные, у которых есть запрос, у которых есть потребность, которые с жаром, с энтузиазмом включаются в работу, рисуют, пишут эссе, делают проекты, участвуют. Есть. Поэтому не то, что не все потеряно, еще не все не найдено. И наша задача все это найти и собрать. Вот у Русского космического общества, я знаю, что много отделений по регионам российским. А вы не делали такой топ, допустим, какой самый любознательный, самый активный регион? Да, много регионов. И у нас здесь, откровенно вам скажу, то есть изначально стратегия развертывания включала в себя необходимость организации всего два с половиной года. Первая фаза была взрывная. И наша задача была максимально широко рассеяться по лику земли. Сначала мы зарегистрировались же как региональная организация, а потом уже как межрегиональная. И остановились. И не стали множить сущности, и не стали перерегистрироваться на Всероссийскую. Хотя на сайт можно зайти, посмотреть. Там практически охват уже более половины субъектов. А есть еще отдельные представители из регионов, которые как отделения не состоялись, но которые в регионах ведут работу. И мы не наставим, чтобы они состоялись как отделения, потому что мы прекратили вот эту количественную составляющую и перешли на качественную. И в этой связи есть очень важное обстоятельство, с которым мы постоянно сталкиваемся. Это обстоятельство объективное. Оно объективным является следствием той целенаправленной деятельности, которая ведется, продолжает вестись на территории нашей Родины, по разобщению, разделению, индивидуализации общества, атомизации его. Потому что вот ведь в саму идею РКО заложена не просто идея коллективизма, идея единства. Это один из наших базовых призывов, единое больше многого. Это не идеологический призыв, хотя он лозунг. Это биологический лозунг, это биологический принцип. Потому что так существуют живые системы, они так устроены. Индивидуальная клетка – это чрезвычайно важное. Это абсолютно как великое в малом, и в малом проявлено великое. В нее заложен весь алгоритм, потенциал целого организма. Если мы говорим о начальных стволовых клетках и прочее. Но он становится реализован только благодаря целому. Именно в структуре целого. Поэтому так устроены живые системы, функциональные целевые системы. И так устроены социальные системы, если они природоподобны. Поэтому РКО мы строили, поскольку у нас очень могучая теория в основе всего, естественно, научная. Наследие русского космиизма, наведенное до максимальной степени конструктивизма, как мы часто говорим. Но это немножко научно. А бытовым языком мы просто социоприродный организм. То есть мы живем в соответствии с теми принципами и организуем свою деятельность, которую заложила сама природа в основании социума. Так вот. И в этой связи мы сталкиваемся с этой проблемой. То есть люди наши иногда в силу врожденной или приобретенной, или нравственной вот этой составляющей очень скромные. И они, например, говорят, ну как я вот такой маленький где-нибудь сижу в Хакасии здесь, делаю свое дело. А там вот такие, так сказать, там ОГОГО. Чего я могу? Все может. Вот эта логика того, что он там сидя в Хакасии, или там в Челябинской области, или там еще где-то, является частью вот этого единого организма, она когда доходит до людей, они так вот, а что так можно было? Только так и можно. Только так и можно. И в этой связи можно выделять. Я вот не хочу останавливаться на каких-то конкретных, просто навскидку. Вот то, что Хакасии, прекрасные инициативы, связанные с астрономией, замечательные кружки и так далее. Челябинская область, наше отделение. И самый яркий его представитель Губессонов Антон Владимирович, который там неустанно ведет просветительскую работу, вот в СовСИНы давно начал работать, выступал в колонии, там для детей на ура было принято все, и мы будем наращивать эту работу. Псковская область, замечательные инициативы там и астрономические, и космические, и так далее. Нижегородская область, сам город Нижегород, великолепная работа, там группа инициативная, которая работает с самыми маленькими детьми, вот они инициировали прекрасный проект «Исполюбили в космос», когда обязались своих детей воспитывать в соответствии с принципами, методиками, которыми мы помогаем тоже сделать из них. Либо космонавтов, либо людей, причастных к космическим программам, инженеры, техники, и кто угодно. Санкт-Петербург, который там просто впереди планеты всей, и даже Москве дает фору, потому что там у нас и Анна Сергеевна Козлова, с которой вы знакомы, и другие наши товарищи, которые активно работают, и Теренбург. Много, много регионов работает Кузбасс и, конечно, Донбасс. Это вообще отдельная страница нашей истории, потому что Донецк и то, насколько там горячо встретили русское космическое общество, и насколько там замечательные, удивительные люди, которых уже лизнула война, и которые реально понимают, что есть ценного в этой жизни, а что есть просто ненужного, неважного, второстепенного. Там замечательные люди, дети и взрослые. И там, конечно, у нас большая хорошая работа идет, проведена и запланирована. Это здорово, когда человек загорается и горит. Но ведь мы же слабые. И вот погорели, погорели, и кто-то вот сгорел, допустим. Вы как к этому относитесь? Вы как-то переубеждаете людей? Или вы прощаетесь? Знаете, мы наряду с тем, что мы, в общем-то, общественная организация с членством, с членским билетом, с печатью, штампом, регистрацией в Минюсте и со всеми протокольно-ревизионными обстоятельствами, мы в первую очередь это сообщество людей, объединенных общей целью, общими принципами, общими идеями и общим пониманием масштаба бедствия, в котором оказались мы, наша страна и вся цивилизация Земля. И в этой связи, понимаете, спастись, спасти никого нельзя. Никого нельзя спасти. Человек может спастись только сам. Никого тянуть за уши, значит, к активной деятельности. Понимаете, в чем дело? Вхождение в наши ряды накладывает ответственность. А ответственность – это некоторое обязательство, которое нельзя, там, ну, я перегорел, надоело, пойду я, да, вот эта вот линия фронта передовая, вот человек взял на себя ответственность, присяга, все, он пошел в бой, ну, потом он устал, замерз там, не знаю, вши заели его, он там решил, там, пойду-ка я погреюсь. Расстрелять. Поэтому нет, нет. Мы для всех открыты, для каждого, потому что действительно время суровое, время интересное, время очень ответственное. И мы рады всем, но когда человек, и мы рады тем, кто честно, они находят в себе ответственности достаточную для того, чтобы войти в нашу ряды. Мы сотрудничаем со многими товарищами, которые рады делать одно дело, он говорит, ребята, у вас там ответственно, я рядом буду стоять, мы будем вместе делать. Я иногда, можно, буду ответственной, а… Да, нет, это нормально. И человек делает свое дело, мы прекрасные товарищи, соратники и так далее, единомышленники. Но когда уж человек встал в строй, будьте любезны, тогда, поэтому я говорю, что мы относимся очень серьезно к членству, к вот этим атрибутам, к символам, и все его, потому что, если в малом попустить, то в многом откликнется. Вот несколько лет ваша организация уже. Скажите, а популярность растет или как-то она остановилась? Вот сначала была активность, а сейчас раз. Вы знаете, понятие популярность мы исключаем из своего семантического поля, потому что популярно – это вот все, что со словом поп, это немножечко, да, так странно звучит в современной поп-культуре. Поэтому мы вообще не стремимся быть популярными. Больше того, мы стали очень у некоторых непопулярными. То есть, когда мы появились только, ну, какие-то очередные чудаки, которые там появились и что-то хайпануть хотят, а мы не хотим. И мы вообще, когда занимаемся посадкой каких-нибудь деревьев в рамках проекта «Гагаринский сад», мы не намерены пиариться на самом факте посадки дерева. Нас интересуют плоды, которые на него вырастут, сад, который встанет, плоды, которыми будут питаться те, кто потом будет жить после нас. Поэтому это совершенно не ради популязма, популизма все. И многие организации, многие лица, которые поначалу к нам там отнеслись, ну, появились, появились, со временем, поскольку мы достаточно такие, ну, резкие, да, в своей деятельности, не в заявлениях. Если вы обратите внимание, мы, во-первых, мы последовательные государственники. Во-вторых, мы люди дела. Потому что все, что мы делаем, мы, еще раз повторяю, мы делаем не за деньги, мы делаем за энергию, времени, жизни. Мы где-то зарабатываем эти деньги, все, и вкладываем сюда. Или где-то зарабатываем деньги, чтобы кормить свои семьи, а сюда вкладываем энергию, времени, жизни, которая высвобождается от того, что мы там обеспечили условия для их жизни. В этой связи мы не популярны. Такой здоровый энтузиазм. Да, но это, вы знаете, даже не то, что энтузиазм. Энтузиазм – это вот, это пассионарность. Это естественная пассионарность, живой системы, ориентированная на развитие жизни. Понятно. Ну вы, я так смотрю на сайте, ну действительно грандиозно, проекты огромные, партнеры у вас очень интересные. В партнерах госкорпорация Роскосмос у вас. Вот хотелось бы узнать, как вы сотрудничаете. Есть другие партнеры, как с ними у вас отношения складываются. Вообще вас воспринимают как серьезных людей? Конечно. Смотрите, дело в чем. У нас возникла некоторая проблема, которая немногими осознается в обществе. Немногими осознается, а без осознания проблемы нельзя найти пути спасения, решения ее. Проблема эта связана с тем, что, правильно вы назвали, госкорпорация Роскосмос, другие предприятия, отрасли, или вообще какие-нибудь другие госкорпорации и так далее, и так далее. И каждый из них субъект, и каждый из них конкурент другим, и каждая отрасль конкурент друг с другой, и каждое ведомство, и каждый департамент, и все разобщены. И это распадающееся, растекающееся тело социального организма, оно ничем не спаимо. Оно не спаимо общностью цели, ну то, что называется идеологией, общностью дела, общностью мировоззрения, общества, общностью судьбы. Осознанно, осознанно. Так вот, в этой связи, говоря о том, что, да, у нас мы отдаем дань, вот это, ну, некоторым нужно, чтобы был раздел партнера, и им там приятно быть. Роскосмос туда включили, мы на начальных вазе, потому что, ну, да, мы действительно работаем с Роскосмосом по ряду проектов, и они молодцы, и они нас поддерживают, и там, книгами они нам помогали, ну, как они помогали, не нам помогали, а через нас помогали тем, кто в них нуждается. Вот мы ездим на Донбасс, допустим, там, в Гагарин и так далее. Ну, там разные у нас отделения, где есть, мы помогаем там всякими возможными способами. Есть совместные проекты, вот мы, например, фильм «Эра» сейчас снимаем, замечательно, совместно с киноуроками в Школах России, это уникальный проект, ребята молодцы, снимают эти фильмы, отдельные истории, но мы снимаем фильм «Эра», это актуализация профессии космонавта через начту, и Роскосмос, да, содействовал, космонавт с орбиты был выделен для этих целей, ну, и так далее. Поэтому, да, вы понимаете, в чём дело, мы говорим о русском космическом, у нас в нашей редакционной политике запрещено вообще говорить там, например, космонавт Роскосмоса, значит, передал привет там россиянам. Нет, наш космонавт передал привет, значит, соотечественникам. Которые его же и отправили. То, что он там работает по контракту, получает деньги социальные и прочее от Роскосмоса, говорит, хорошо, это в данном случае просто субъект, значит, экономической деятельности, который заточен под определённый профиль и реализует этот самый, но это наш космонавт, и это наш Роскосмос, и это наше Министерство обороны, это наше правительство, это наша Государственная Дума, это всё наше. Если мы не понимаем это так, тогда немножечко мы не понимаем, тогда непонятно вообще мы кто в этой связи. Поэтому у нас партнёрство, оно такое, вот именно такое. Естественно, я не идеалист, я реалист. И в этой связи, конечно, подобный подход вызывает отрыпь у бюрократов от разных ведомств. Отрапь поначалу. Они хорошие многие люди, замечательные люди. Но естественно, будучи встроены в бюрократическую систему, они понимают, что подобный подход требует ответственности. Ведь поскольку мы реализуем десятки, сотни проектов разных, не обязательно масштабных, есть прям совсем вообще прикладные проекты. Вот прямо сейчас десятки людей работают прямо сейчас, занимаясь с детьми, занимаясь экологическими проектами, техническими, научными, изобретательскими и так далее. Вот прямо сейчас они это делают, и они это делают на регулярной основе, что это называется. При этом отождествляя то, что они это делают в рамках общего дела под нашим комплограммом. И в этой связи, конечно, ну как бы дать нам усиление мощности в нашей деятельности со стороны, системное усиление мощности со стороны бюрократического института, как бы он ни назывался. Это значит себя подписать под необходимость, дальше этой логике следовать. Поэтому партнеры, замечательные партнеры, мы проводим какое-нибудь мероприятие, ведь мы как действуем в рамках? По двум логикам. Первая логика, значит, члены, которые к нам приходят, говорят, я не умею делать тех инициатив, проектов и так далее, которые вот я вижу на вашем сайте, но я хочу быть полезен. Это доброволец, человек, который хочет часть своей энергии, времени и жизни положить на общее дело. Прекрасно. Он может стать на один из участков нашего общего фронта. Вторая часть людей, друзья, дело, проектов, то есть это может быть ученый, который сам по себе является носителем невероятной мощности, капитализация его огромна, потому что он полезен этому миру. Это может быть педагог, у которого какой-то космический класс, или какая-то секция, это может быть эколог, который и так далее. Он сюда приходя говорит, я кладу свой проект на алтарь общего дела, и в этой связи мы понимаем, что да, мы видим этого человека, он осознал то, что его малый вклад в общее дело входит вот в эту вертикаль общего дела. Он соотносится с общей целью, а цель высока и далека, и за границами нашей жизни находится. И в этой связи мы на него переориентируем, говорим, товарищи, посмотрите, к нам пришел человек, он занимается, например, очисткой рима, как в Лоблине, замечательно, есть фонд «Подари жизнь воде», который стал членом русского космического общества. И они ведут прекрасную работу, возрождая движение юнатства, работая с детьми, занимаясь такой позитивной экологией. Конечно, это нашло поддержку у многих других наших товарищей, участников членов ВРКО, они с удовольствием подключаются к этой работе. Вот, это вот отвечает вопрос о том, что работаем мы с партнерами, и мы видим, например, там проводятся какие-то семихатовские чтения. Это Екатеринбург, замечательное мероприятие. Мы говорим, мы готовы поддержать. Чем поддержать? Ну, денег у нас нет, но мы можем поддержать информационные, какие-то сувениры, какие-то подарки для ребят. Можем лекторов каких-то там интересных прислать, если это не на награждение и прочее. То есть, вот мы просто усиливаем ту инициативу, а это государственные предприятия реализуют эту тактику. У них тоже там средств немного. Или там работаем мы с музеем, допустим, Гагарин. Да, конечно, допустим, Гагарин. Я хочу на этом особо остановиться. Город Гагарин, Клушино, это родина Юрия Алексеевича Гагарина. Музей остро нуждается в поддержке. Остро, острейше. Это уникально. Это место, где дух Гагарина сохранился, где живет крестница Юрия Алексеевича Гагарина, племянница Тамары Дмитриевны Филатова. Место уникальное, и оно забыто. Ну, забыто. Мы там своими скудными силами стараемся, мало того, что первое, что можно сказать, товарищи, езжайте в Смоленскую область, в город Гагарин, деревню Клушино. Просто приехайте, соприкоснитесь с этим. Берите своих детей, берите своих жен, мужей, если они не знают об этом месте, езжайте туда. Такого другого места нет на планете. Место, в котором с 1941 по 1943 год в землянке сидит 7-летний Гагарин, а уже через 20 лет он летит в космос. Это как там? Что это за среда? Это место? Ну, как пример. Поэтому с разными организациями, предприятиями работаем. Мы не партнеры, друзья, соратники, единомышленники со многими из них. Ну, а то, что касается космической темы, космической отрасли, мы рады и всегда с теплом поддерживаем и готовы поддержать любые начинания. Ну, вот вы затронули тему космонавтов. Я знаю, что у вас в президиуме находится чудесный, вообще великолепный человек, Валерий Иванович Токарев. Я его очень люблю. Я просто восхищаюсь его общением с детьми, как он открыт, как вот он несет космическое добро вот этим людям. И у вас, я так понимаю, много проектов вместе с ним связано. И расскажите вам, пожалуйста, как вам с ним работает. И почему именно он? Ведь много же космонавтов. Я очень рад, что вы, да, про Валерий Ивановича вспомнили. Я знаю, что вы с ним, да, тоже знакомы, и дружите, и уважаете его, так же, как и я. Я его бесконечно уважаю, как человека в первую очередь. Потому что действительно человек с большой буквы. Это вот тот пример, когда космонавт проявлен как человек, для которого нет нештатных ситуаций, и каждая ситуация в штатном. И это еще большая мощная душа, это еще и могучий патриот, действительно. Разные космонавты, вы абсолютно правы. Разные люди, как всякие люди разные, так и космонавты разные. Токарев тот пример человека, который и внутри, и снаружи абсолютно целостен, у которого за плечами невероятная абсолютно судьба. И эта судьба продолжается, потому что прямо сейчас Валерий Иванович участвует в запредельном, с точки зрения... Он гармоничен и на земле тоже. Мы вот давеча совершенно недавно проводили съемки фильма, Эра, о котором я только что сказал, в Петербурге. И Валерий Иванович впервые участвовал в съемках в игровом кино. До этого в документальных он снимался, их сам снимал. Вот они в рамках своего арктического перелета снимали замечательный фильм. А игровое кино впервые. И Валерий Иванович потряс без преувеличения всю съемочную группу, потому что там мера, во-первых, наполненности человека, которая позволяет ему, сконцентрировавшись, организовавшись, дисциплина внутренняя, которая позволяет ему просто войти. Не то что сыграл, не играл. Особенность этих фильмов заключается в том, что в них снимаются люди, которые не играют. Они так подбирают режиссера команду съемочных актеров, в том числе и непрофессиональных, часто, в которых они живут. И Валерий Иванович прожил роль, так просто перевоплотившись. А это говорит о многом. Мы познакомились с ним два года назад на шахматном турнире, который проводил Роскосмоспорт в Звездном городке. И ему очень понравилось то, что на тот момент организация вообще только появилась. Нас познакомили. Фанасий Сергеевич Глебович тоже наш общий друг и товарищ. И он, Валерий Иванович, заинтересовался, внимательно изучил нас, наши принципы, подходы. И, насколько я понимаю, для себя осуществил некой пролит. То есть, понятно, говорить-то можно всякое было бы. Насколько люди соответствуют тому, о чем заявляют. И вот за это время у нас действительно уже десятки, наверное, точно. Мы начали... Я помню, у нас есть замечательный и ныне уже председатель молодежного совета трудник Денис Олегович. На тот момент это был просто аспирант в МАИ, молодой человек, который никогда в жизни не видел космонавта, и который вообще считал, что достаточно трудно достучаться до небес. И вот буквально мы с ним встретились, я говорю, «Собирайся, завтра будешь сниматься, снимать, брать интервью у Токарева Ивановича». И действительно, на следующий день была съемка, ребята запустили уже несколько интереснейших проектов, уже десяток проектов они запустили. И начался один из главных проектов, «Мы верим в космос», можно в интернете прямо так и набрать. Ребята читают лекции, проводят мастер-классы, проводят интересные квесты, методические замечательные программы у них есть. А пролог этому сделал Валерий Иванович. Когда Валерий Иванович заявил о том, что «Ребята, мы в общем-то родине долг отдали уже, мы состоялись, мы много чего тут наворотили. И единственная функция, которая в нас на сегодняшний момент сохранена, это передать вам то, чем обладаем. Но мы не сможем это сделать, если вы этого не захотите взять». Для него это было откровением. Поэтому Валерий Иванович Токарев это действительно явление, мы с ним дружим, мы его любим, он у нас член президиума, осознанно, не свадебный генерал в этом смысле. И я вам не скрою, когда у нас произошла трагедия, Борис Евгеньевич Большаков, наш первый президент, ушел из жизни, год назад с небольшим, мы долго-долго думали, кто взывали на себя ответственность руководить русским космическим обществом. И предлагали именно Валерию Ивановичу. Понимая, что он может с этой ответственностью справиться, но он не взял ее. Потому что действительно нужно этим жить, этим раствориться. И тогда мы приняли решение, что меня бросим на абразуру, и уже тут. Это не то, что большая ответственность. Он ответственный человек. Это просто... Выключить себя из многих других процессов, которые на нем держатся. Вот в чем очень важно. Но действительно много что держится. Ведь он же... Вот мы завтра с ним встречаемся. По поводу дня памяти гибели Юрия Алексеевича Гагарина и его летного наставника будет встречаться в Киржачи. Он возглавляет фонд их памяти, по вековечиванию их памяти, ведет огромную работу. Он вот буквально недавно ездил в город Смоленск, они проводили первый турнир по теннису. Замечательно. И множество других мероприятий. Он с радостью всегда принимает приглашение приехать к детям. Мы ездили с ним в Нижний Новгород, открывали там отделение. Он поехал в Нижний Новгород и прекрасно там восторг у детей. Это действительно... На шахматном турнире может быть вы помните, когда Академия детская Останкинная брали у него интервью. Сначала как-то они подошли так, ну как и все дети вальяжные, с камерой. И потом, когда они стали разговаривать с Валерием Ивановичем, он настолько их повлек в этот космос, что они не смогли от него очень долго оторваться. Они его спрашивали, спрашивали и спрашивали. И за что я его уважаю, он не агрессивный политик. Он не то, что вообще не политик. Все, что связано с продвижением, с популяризацией, ну такие вот непопулярные, конечно, слова, но он все равно это делает. Он это делает мягко, как-то вот так вот... как обстоятельства непреодолимой силы. Он в этом смысле просто очень горячий патриот, истинно русский человек, человек, который понимает, что такое должное, должное. и что такое долг Родины. Потому что он понимает, что его создало, он понимает, что все, что он имеет в своей жизни, только благодаря Родине, только благодаря России, только благодаря тому наследию, которое сформировало эту реальность. Он понимает, что функция человека, тем более обремененного, такими качествами и такими количествами, как он, это отдавать, служить Родине. Поэтому мы его очень любим, и радуемся тому, что мы в одном стране. И что он есть, да. Ну, давайте сейчас от космонавтики перейдем к научному теме. Бывают, знаете, не то, что бывает, а обычно ученые, они чудаки, да, они, что-то до них дошло, они что-то придумали, даже не осознавая того, что это настолько глобально и интересно, и вот они как-то вот делятся, рассказывают. Иногда это получается, что раскрываешь гостайну какую-то, например, и к вам тоже же ученые, я так думаю, обращаются, и вы как-то соединяете их, вместе собираете. Нет ли у вас каких-то проблем, например, вот с Лубянкой, международный же проект у вас есть? Да. Вот такой вот вопрос, понимаете, возникает. Интересный вопрос. Действительно, у нас в РКУ несколько советов, профилирующихся на научных, инженерных изысканиях и так далее. Ну, научно-технические советы, есть советы, продают в отчестве, и там есть экзотические, на первый взгляд, секции, например, авангарных исследований и так далее. Понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, начнем с того, что мы государственники, мы хоть и максималисты, не идеалисты, мы максималисты. И в этой связи в наших рядах есть много прямо сейчас действующих сотрудников разных ведомств, трехбуквенных, прямо сейчас. Есть те, которые не поименованы на сайте. Есть очень много, ведь та деятельность, которой мы занимаемся, это государственная государственная деятельность. Государство сегодня лишено права по целому ряду оснований ставить те высочайшие цели, которые, например, можем поставить мы, как организация гражданского общества, в интересах развития нашей Родины Отечества, в интересах могущества нашего государства. Вот, поэтому мы отдаем себе отчет, что мы делаем и как. Это первое. Второе. Есть очень много исследователей наших, которых которые не могут найти сегодня себя существующей научной и технической парадигмы. По определению. Просто потому, что этот парадигм чрезвычайно, жестко модерируется и целое научное направление на сегодняшний момент выведено за скобки как неперспективное или лженаучное. именно поэтому многие люди, которые остались за бортом вот этой официальной так называемой в кавычках науки, они не могут себя найти. А если человек себя не находит, вернее, если он не находит свой строй и знамя, тогда он гибнет. Да. Как это произошло с десятками и сотнями тысяч наших инженеров, ученых и прочих замечательных людей, наших соотечественников, которые в те же самые 90-е и 2000-е годы, имея своим призванием служить Родине через свой интеллект, через свой научный ум, через свою практику и так далее, не нашли себя в теле этого социального организма. Поэтому люди приходят, действительно ведутся исследования, все исследования, много есть интересных вещей, прорывных, и мы регулярно доводим до ответственных товарищей о том, что такие направления есть. А у вас есть экспертный совет какой-то? Да, конечно. У нас есть экспертный совет, в который входят интересные тоже достаточно люди, неординарные. Вот, конечно, мы проводим анализ, ведь в структуру какого, ну, например, к нам вливалось общество изобретателей. Что значит вливалось? А значит, что оно обрело некоторое покровительство. Какое покровительство? Ну, вот мы помещением. Это бедные люди, там пенсионеры все, там у них там, они, кажется, с концами сводят, никому они там не нужны в этой жизни. А нам они очень нужны, потому что мы понимаем, что они носители творческого начала, которое позволяет превратить невозможное в возможность. Современный технологический уклад это уклад начала 20-го века, я не имею ввиду ядерную энергию, я имею ввиду концептуально, принципиально. 19-го даже у нас, да ну, что вы греха таять, у нас ракетокосмическая отрасль строится на идеях Константина Эдуардовича, а это все-таки конец 19-го, начало 20-го века. А многие идеи, которые на сегодняшний момент совершенно иные в себе, принципы даже, принципы космического перемещения, они просто не являются актуальными, потому что они качественно меняют вообще парадигмы научно-технической реальности. Вот поэтому, понятно, что тема горячая, тема сложная, потому что внедрение этих практик научных, технических, оно сопряжено с изменением всей парадигмы системы вообще управления миром, целеполагания миром, потому что внедрить антигравитационные какие-то лженаучные абсолютно принципы, которые проверены с прошлым рядом в окружающей нас природе, например, это значит полностью закрыть вопросы, закрывающие так называемые технологии, и закрыть вопрос существующей инфраструктуры, индустрии целых и так далее, и так далее. Готов ли к этому мир? Да, готов. Вопрос в другом, как его к этим основаниям привести? Ну, это уже высокая политика. в советское время у нас было большое упущение в плане патентного права. У нас его не было. И такие изобретения публиковались в журнале «Дюнная техника», которые вполне нагло у нас передирались с Западом, допустим, выдавались здесь. И востоком, Япония, вся на науке техника выросла. Вот как-то вот обидно, да. Ну, я так понимаю, что вы все равно помогаете людям с интересными идеями доносить. Конечно, мы им помогаем доносить, а некоторым помогаем не доносить. Мы говорим, вы лучше не доносите, вы лучше работаете, товарищи. Надо еще доработать, да? Нет, иначе можно просто пострадать, если раньше времени начать эти идеи доносить. Понятно. На всеобщее обозрение. Вот еще такая тема интересная. Все говорят о глобализации, что мир погибнет от космических угроз. Надо объединяться, бороться. хотя, как мы можем бороться, например, и предохраняться от падения метеорита, например, столкновения с чем-то. У вас, как на эту тему ваше мнение? Или человек угроза планете? Угроза ли планете дитя пятилетнего, сидящего на коленях у своей матери? Нет. Нет. Действительно нет. Если оно, например, в порыве юношеского интереса, не сунет кипятильник в ванну, когда она там моется. Ну да. Шутка. Шутка без шутки. Мы действительно, вот здесь мы очень важный момент. Я не могу этого не коснуться. Мы постарались обойтись без теории, без теории нам смерть. Не могу ее не коснуться. Потому что не было бы никакого космического общества, никакой бы мы деятельностью практически прикладного не занимались бы, если бы мы не стояли на очень могучей теории, которую нам оставили наши отцы-основатели. Кувернацкий, Циолковский, Пановинский, Бек, Бауэр, Балшаков, Кузнецов. Там ее перечислять можно бесконечно. Хотя каждая фамилия целый мир. Умов, Венделеев, Маусов. Можно бесконечно перечислять каждое явление и каждое часть целого. Ну и западная тоже, кстати, школа. Мы ее тоже любим, и там есть очень много природных идей. Так вот, мы геологическая сила природы, созданная ей для управления стихийными силами. Мы не покорители природы. Мы не какое-то там обстоятельство, какой-то там субъект, который родился и начал изучать объект, что тут у нас есть природа, давайте покорить. Не бывает. Мы маленький ребеночек, который сидит на коленях у своей мамы, мама на него смотрит, она радуется его успехам и очень сожалеет из-за его шалостей, глупых шалостей, но она попускает их ему, потому что ребенок еще не осознан в этом возрасте в достаточной мере. Мы же покоряли Саяна-Шушинская ГЭС, например, Риги Вспяти. Много, много чего, много в этой связи у нас проблем, и это первые шаги. Ребенок, вспомните, вы сам мамой педагог, вы прекрасно знаете, обретает опыт, он знакомится с операцией, он смотрит, где пределы возможности, он получает обратную связь, он набивает шишки, он получает ран, вечер, может быть, зачастую, как взрослый мужчина, это что там выживший ребенок, мальчик. Это именно об этом, и поэтому освоение. Космос нельзя покорить. Понимаете, что такое покорить космос? То есть какая-то в масштабах вселенной это еще значимая, какая-нибудь бактерия с кишечником решила покорить организм. Она может это сделать, но там мгновенно иммунная система так и навешивает, что мало не покажется. Поэтому, конечно, мотивация, прорыва, прогресса, освоение, выхода за границу ареала обитания, она нужна. Без этого вообще смерть. Вообще смерть без этого. И, соответственно, без формирования человека мотивированного на этот прорыв. но при этом понимание того, что мы геологическая сила природы, которая меняет планеты Земля. Но одновременно с этим, ведь что такое ребенок? Ребенок забирает у матери несколько лет жизни. Он обновляет ее организм, омолаживает и так далее. Но что он ей дает? Бессмертие он ей дает. В первую очередь, бессмертие. Мама смертна, но она обретает бессмертие через своего ребенка, который также станет родителем, также даст будущую жизнь. Точно так же и человечество. функция его, с точки зрения, например, научно-философской школы русского космизма, функция обеспечения условий для бесконечности жизни во времени и пространстве. планета Земля геологически конечна. И она действительно имеет свои пределы и ограничения. Ну, там, миллиарды лет, но она кончится рано или поздно. Но жизнь не кончится. Почему она не кончится? Потому что есть человек. Почему человек вполне позорный? Почему на Марсе не могут не свести сабы? Ну, ровно потому, что если они там не будут свести, человечество кончится, жизнь на Земле кончится. И в этом и заключается общая цель человечества и биосферы. Глобализация – процесс объективный, естественный. И мы действительно, вот когда я говорю о том, что мы стали геологической силой, осознанной, то есть человеческий разум стал могучей геологической силой, мы правильно меняем рек к Земле, поморачиваем реки, можем пустыни превращать в цветущие сады. Вопрос политики, нужно это или нет. Политики. Но это не вопрос цели развития жизни. Для жизни однозначно. Природа, пустыня должна быть садой. И сегодня человеческий разум может эту задачу решить, переформирование сегодня и принципы. Научная мысль позволяет решить эту задачу. Точно так же, как решить задачу гармонизации отношений человека с биосферой. Это вопрос политики. Это не вопрос сегодня уже научного знания. Научное знание давно ответило на все вопросы. В этой связи глобализации что это? Это процесс унификации или это процесс все-таки развития уникальных качеств, присущих каждому человеку, каждому народу, каждой национальности и каждой нации? Конечно, второе. Но давайте вас возьмем или меня и положим в миксер с мешаном. Посмотрим, какая будет мера эффективности работы нашего организма. У нас триллион клеток, у нас десятки национальных систем, у нас есть специализации в структуре нашего организма, точно такая же специализация есть в структуре человечества. Каждый народ это специфика. Культурно-генетические коды или артикоды, которые сформировали народ, сделали его специфическим и уникальным. Умение, понимание, знание, согласовать его специфическую уникальность с потребностями цивилизации в целом, это тоже научная задача, инженерно-технологическая задача. Сегодня либо мы стихийно гибнем, мы не решим задачу снятия космических угроз. Это не угроза, понимаете, в чем дело? Потому что это естественный ход исторического процесса. Естественный. Астероиды, которые периодически падают на Землю, это естественный процесс. Изменение угла наклона земной оси, это естественный процесс. Переполюсовки это естественный процесс. Многие космофизические явления есть естественный процесс. Для нас это... Ну то есть это не мы вмешиваемся. Нет, во многое мы вообще не вмешиваемся. Наша функция в этом смысле обеспечит что? Если мы хотим быть с природой, иметь одну цель, мы должны обезопасить ее от потери вот этого дитя, которое... То есть ребенка потеряет маму, но она родит еще. Жизнь геологически вечный процесс. Наука сегодня не научилась синтезировать живое из неживого. И пока это не произойдет, мы говорим о том, что это геологически вечный процесс, протекающий в космосе с момента его появления. Буквально. Он находится под действием определенных законов. Это направленное развитие. И на определенном этапе этого развития появился человек, человек, хомо-сапиенс, который сегодня превратился в ту самую единую геологическую сеть. И поэтому либо мы стихийно деградируем, либо мы становимся генеральными конструкторами будущего инженерной истории. Мы начинаем проектировать будущее. Мы начинаем формировать это будущее в соответствии с законами и целями развития жизни. Не смыслами. Смысл категории ума. Мы можем наделить смыслом ту или иную цель. А у природы цель императивна. Она, как ее узнать? По закону природы. Вот они есть. Есть клеточка. Она делится на 2, на 4, на 8, на 16, и так далее. Появляется тело. Это тело имеет подобную абсолютно логику развития своего, продолжаясь в обмене пространства через своих детей и так далее. Вот и все. Поэтому можно много... Но без теории действительно достаточно трудно, потому что тогда становится непонятно. То есть становится непонятно, а что же делать? Вернадский в свое время, я закончу эту цитату и ответ на этот вопрос, сказал блестящую, гениальную мысль о том, что мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом мысли человечества, который происходит лишь раз в тысячелетии. История на волне этого перелома, видя перспективы, раскрывающиеся перед нами, мы должны быть счастливы, что мы участвуем в этом невероятном переходе. Мы звено перехода в новую реальность, в будущее космическое, в котором история станет управляемой. Мы сейчас в предыстории живем. Просто в предыстории. Попытки глобального модерирования, вот как мы сейчас видим за гном этой истории, это, вы знаете, это такая жалкая пародия на то, что будет в будущем, когда мы будем понимать и управлять процессом исторического развития. Это очень интересно. То есть, меньше знаешь, лучше спишь, это не вариант. Отсидеться уже никому не получится. Если еще там в прошлом, достаточно неотдаленном, мы могли уйти в Сибирь, в тайгу, отсидеться, зарыться головой в песок, а я их отоскраюсь, уже не получится. Никому не получится отсидеться. Поэтому учиться, учиться, учиться. Тем, кто не может учиться, просто действовать, действовать, действовать. Как очень просто. Заходите на сайт Русского космического общества, там все написано. Да, действительно, подтверждаю. Ну вот, в завершении беседы хотелось бы задать такой вопрос вам о коронавирусе. Вот это реакция планеты на человечество? Ведь мы же человек-царь зверей, покорители космоса. А мы оказались слабы и не готовы. Да. Если смотреть на человека как на царя зверей, как на покорителя космоса, тогда да, это ответ биосферы. Для чего такой ответ биосферы нужен? Причем, этот ответ может произойти буквально через идею, возникшую в голове отдельно взятого индивидула, распространенную на сообщество и закрепленную определенными решениями определенных групп, имеющих право на такие решения. О чем я говорю? Потому что, когда мы говорим о том, что единственная логика, которая на сегодняшний момент сформулирована как общее дело человечества, на уровне организации объединенных наций, в середине XX века эта идея нашла научные основания, социально-логические научные основания, экономические научные основания, политические основания, но не нашла под собой естественно-научных оснований, а потом в 87-м году была закреплена как стратегия устойчивого развития с 17-ю целями устойчивого развития, которые на сегодняшний день сформулированы организацией объединенных наций, эта идея несет в себе генеральную логику. Эта генеральная логика сводится к стратегии пределов роста или нулевого роста так называемого, которая говорит о том, что человечество галлопирующе развивается численно. Это развитие, этот рост, рост этой численности ведет к необратимым изменениям. Мы сожрем биосферу, мы сожрем невосполнимые ресурсы планеты, мы сожрем другого, поэтому единственное, что придумано на сегодняшний момент и реализуется через сотни поражающих развития жизни факторов, ни много, ни мало, именно так я говорю, не я говорю, мы говорим так, поражающих развития жизни факторов. Эта стратегия реализуется вот у нас за окном. Коронавирус, который, понятно, что многие выступают ученые и говорят о его синтетическом характере, случайно лет утечка, целенаправленное это боевое воздействие в этой гибридной войне, это не имеет значения. Это в любом случае его право, ответ биосферы на глупость. На глупость тех, кто взял на себя ответственность рулить динамикой и направлением развития мира, но при этом не нашел в себе сил учиться и осознать тот факт, что управлять развитием мира с нарушением законов природы невозможно. Религиозный принцип «хладитесь, размножайтесь, вы делаете садсей» садсей очень правильно отражает логику развития жизни, заложенную законами ее развития. Я не буду сейчас улыбляться в научные основания, а принципиально это так. Поэтому, когда кто-то встает на пути развития жизни, природа отвечает. И очень важный момент по поводу перенаселения. Понимаете ли, в чем дело? Сегодня мы даже в части не реализовали потенциал развития человека, обусловленного эволюционом. Даже в честь творчества, которое требуется развивать в человеке, в каждом человеке заложена уникальная надбиологическая функция. Она реализуется через творческое начало. Биологическая функция, высшая биологическая функция, как мы говорим, это любовь. Преобладание потребности отдать над потребностью взять. Нет высшей любви, чем отдать жизнь за други своя. Так говорит православный Максим. И это правильно. Но это биологическая функция, потому что любое животное мгновенно отдаст свою жизнь за свое потомство, за угрозу виду и так далее. Мгновенно. Даже за представителей других видов, о чем мы знаем из взаимопомощи как фактора революции. Тот же Кропоткин прекрасно об этом писал и многие другие. Так вот, надбиологическое, это творческое начало, это то, что позволяет нам постигать законы природы и, применяя их на практике, становиться сотворцами. Это то, что превращает невозможное сегодня в возможное завтра. Да, но на существующем научно-техническом, на экономическом, на политическом укладе нельзя решить задачу преодоления пределов роста. А существуют ли пределы развития? Нет. Пределов развития не существует. Рост и развитие это принципиально разные вещи. Земля это не закрытая система, это открытая система. Она открыта и существенно открыта. Обменивается потоками энергии с космическим пространством. Космос это среда питания человека. Сегодняшние технические решения не позволяют эту задачу решить. Это не значит, что есть предел к творчеству человека, который не решит задачу освоения космоса и обретения технологий, которые позволят это сделать. А значит снять пределы роста. И нормальное освоение Земли. А освоение Земли нормальное будет тогда, когда мы снимем те ограничения пределов роста, которые перед собой ставим. В этом случае мы обязаны систему управления миром изменить. Почему изменить? Потому что изменится целеполагание. Как только изменится цель управления, изменится механизм управления. И как вот один банкир известный в широких и узких кругах заявил о том, что как же мы будем управлять людьми, если они получат в свои руки знания. Очень просто. Вы будете управлять их научными методами, а не методами герметическими, эзотерическими или какими-то там другими, средневековыми методами управлять через невежество сегодня не получится. Невежество рождает нужду, страх, который мы сегодня видим за окном. У нас появилось ойры. Да, тяжело протекающее. Какой ужас. Давайте спасем свои тушки. Зачем их спасать? Есть ли то светлое будущее, ради которых мы сегодня будем их спасать? У нас сегодня отождествляют борьбу с коронавирусом, с борьбой на войне. У нас война. У нас на переднем крае медики. Да, медики героически трудятся. Низкий им поклон. Представьте картину. 41-й год. Гитлеровская Германия. План Барбаросса. Стратегия тотального уничтожения славян, русских и вообще социалистической идеи. нападает на Советский Союз. 22 июня 41-го года. Ставка Верховного командования объявляет. Началась Отечественная война. Товарищи, как один встанем за Родину и за Отечество. За землю, политую кровью предков. И за смыслы, ради которых эту кровью, эту землю поливали. И все встают и побеждают. Второй сценарий. То же самое делала Гитлеровская Германия. Но только Ставка Верховного командования говорит. Товарищи, на нас напал неизвестно кто, с неизвестно какими целями, неизвестно почему. Давайте самоизолируемся. Мы. Неизвестно зачем, неизвестно почему, но в целях сохранения своих бесценных жизней должны себя сохранить. через три недели немец пройдется по Красной Трущине и будет таков. План удался. Вот о чем это все? О том, что всякая война должна иметь под собой победу. А победа это некоторое изменение настоящего в сторону идеала. Некоторого идеала, ради которого эта победа достигается. Поэтому, если мы осознаем, ради какого идеала мы сегодня выйдем из победы над коронавирусом, победа будет триумфальной. Если мы не осознаем этого, это будет первая победа. Такой мой ответ. Спасибо большое. Я очень рада нашей беседе. Думаю, первая, но не последняя. Я очень рад тоже. Я вас благодарю. Я вас благодарю. Это не последняя беседа, это не последняя наша встреча. Мы много чего еще будем делать с вами вместе. Вам спасибо большое. успеха, процветания вашему информационному каналу. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.